Комфортные дворы должны быть не только в областном центре, но и в муниципалитетах. Как реализуется федеральная программа и на что тратят деньги казны в Шуе, проверили чиновники регионального правительства. В городском округе отремонтируют 25 дворовых территорий и одно общественно значимое пространство. На них выделено 10 миллионов и 5 миллионов соответственно. На сегодняшний день у нас есть проект, сколько нам выделится на 2018 год. Если говорить на дворовые территории и общественные пространства, то на следующий год добавили еще 28 миллионов к тем деньгам, которые были в этом году. Немножко, скажем так, урезали на городские парки. Но в целом самое главное, что объем взаимодействия не урезан, а он увеличен. На улице строителей 6 города Шуе работы уже завершены. Их выполняли из минимального перечня, сделали асфальт. Ему жители особенно рады. Надоело преодолевать двор практически вплавь. Когда дожди, конечно, затопление такое вот тут конкретное было здесь, потому что уклон идет сюда, и на протяжении всего дома здесь вот очень много воды было. Да, вот из подъезда не выбраться. Это двор на улице Кооперативная. В самом разгаре подготовительный к асфальтированию этап. Здесь установят бордюрные камни и малоархитектурные формы, лавочки. Жители домов участвуют в софинансировании. 10% от стоимости. Это 127 тысяч рублей. В следующем году в программе поучаствуют снова. Двор нужно и дальше совершенствовать. Ну, проблемные места, они, наверное, единственные, что много машин становится, естественно. Кто-то гараж имеет, не убирает, их в гараж ставят все здесь. Ну, будем стараться бороться с этим, чтобы на места ставили машины, чтобы дети могли играть. Ну, детская площадка вот у нас на будущее и облагоустройство зеленой зоны. На площади Ленина в Шуе благоустройство в разгаре. У музея Бальмонта положат тротуарную плитку, установят бордюрный камень, сделают асфальтовые дорожки для пешеходов. Мы разработали проектно-смертную документацию на благоустройство всей площади Ленина. Это начиная не только территорию вокруг Краеведческого музея, но и территорию вокруг памятника Ленина. До Арбата проект 28 миллионов рублей. Поэтому мы планируем его разбить на этапы и поэтапно реализовывать. Программа формирования комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Поучаствовать, отмечают чиновники, успеют все желающие. В будущем году ожидают наплыв инициативных жителей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Шуя.